Вы сказали, что у каждого свой способ для снятия стрессов. У вас какой? Ну, вы знаете, вообще я... Вот начал я работать с 17 лет. Вот я шагаю... Ну, еще до этого первый троллейбус, там эпизодическая роль. Ну, в общем, с 17 лет я попал в этот барабан, картина за картиной. И уже в 23 года... Да, в театре я служу с 66-го года. Вот сначала у Эфроса в Ленкоме, потом в театре Армии, потом опять в Ленкоме. Потом перешел в театр Моссовета в 69-м году. И вот до сих пор там служу. Конечно, в 23 года я уже заработал нервное истощение. Потому что если у тебя эта профессия... А так вот сложилось, что я играл ведущие роли, которые требуют очень большой отдачи, и физической в том числе, и распределения сил. Одна из самых... Вот когда я в качестве профессора Рати выпустил в 2009 году курс свой, вот я студентам говорил, что это одна из самых сложных вещей, потому что это очень субъективно. Умение распределиться. Во время спектакля распределиться. И вообще распределить свой энергетический потенциал. Ну хорошо, у вас было истощение, нет? Да, я попал в больницах, лежал там все, искали какой-то порог сердца там, но порог большого порога не нашли. Маленькие нашли только. Но постепенно у меня было тяжелое состояние. Я даже выпал из производства, там на год или два я в кино отказывался сниматься от многих картин. Некоторые мои коллеги, такие как Андрей Миронов, Олег Дали, они снялись и стали известными по этим фильмам, благодаря тому, что я от них отказался, от этих ролей. Да? Да, вот к примеру, да. Но дело в том, что постепенно, вот я, потом я стал заниматься, я использовал вот систему йоги. Вы и йога, то есть представить вас в позе лотоса я не могу. Да это как раз элементарно, это полупоза лотоса, это несложная поза. Вот, но я занимался йогой, да и сейчас я занимаюсь элементами. Вы сейчас занимаетесь йогой? Да, элементами. Дыхательные какие-то, да, вещи? Нет, не только дыхательные, дыхательные это само собой, а хатха йогой в основном, но я никогда не занимался это как системой. Ну, вы какую-нибудь асану можете показать? Нет, ну это не серьезно. Нет, ну это не серьезно, нет, нет, нет. Мне просто понять, что вы, как это, Ширингов, что это не стек. Это же не физкультура. Йога это статическая нагрузка, очень серьезная. Но я занимался, я в день примерно у меня уходил, это минут 50 в день. Вот, я занимался этим. Но никогда не занимался, меня йога не занимала как мировоззрение. А раджи йога, да, ну это отдельная история. Да, это отдельная, я раджи йогой не занимался. Но вот хатха йогой я занимался, но все равно в 33 года я принял крещение. Так, а православие и йога, они несовместимы? В смысле, к чему вы сказали, что вы приняли крещение? Ну, в принципе, да. Это просто, если ты, вот цирковленный человек, она тебе особенно не нужна. Ну, как физкультура, как элемент физкультуры может быть, но не более. Как система взглядов, нет, не нужна. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24.